Нина Павлова Нина Павлова Нина Павлова Что настолько не так в государственной школе, что ты ее игнорируешь? Ну, для меня в государственных школах все настолько не так, что об этом можно говорить очень долго. Например, дети уже ближе к годам к десяти настолько привыкают обращать внимание на оценку их одноклассниками, что для них авторитет одноклассников становится уже более значим, чем авторитет родителей. Это раз. Во-вторых... Не хочешь этого допустить, да? Ты должна остаться главной для ребенка? Да. Обязательно. Ну, даст Бог. То есть в моей семье этого не будет. Хотя, конечно, от этого никто не застрахован. В школе... Как я еще вижу... Даже не знаю, с чего начать, с какого именно минуса. Очень большая нагрузка, ненужная. Например, я разговаривала с мамой девочки-второклассницы. К слову, у мамы есть опыт. У них был свой детский сад в Монте-Сори. Девочка очень умная. Мама знает, что такое альтернативное образование. Девочка пришла в школу с углубленным английским языком, с углубленным изучением английского языка. И у девочки нет времени даже просто, чтобы погулять. Она приходит из школы, кушает, садится делать уроки. В 9 часов она ложится спать. И мама до часу делает какие-то творческие или исследовательские работы. Зачем вот это вот нужно? За девочку делает, да? За девочку. Ну, то есть, одна из твоих подзадач, это не допустить перегрузки ребенка? Да, к тому же, ведь это совсем не нужно. Девочка очень умная. Могу сказать по своему ребенку, что, спасибо Богу, у меня ребенок тоже умный. Не надо с ними сидеть с утра до вечера и заставлять их учиться, что-то там зубрить. В легкой игровой форме мой ребенок в 7 лет научился складывать дроби, складывать отрицательные числа. И на это я потратила очень мало времени. Так, значит, еще раз претензии. Перегрузка, утрата авторитета взрослых, родителей в частности, да. Я помню, что когда мы до эфира говорили об этом, сексуализация детства, да, ты видишь в этом проблему? Да, я этого очень боюсь, потому что, например, я знаю реальный случай, когда у мальчика-второклассника в хорошей школе, в гимназии, в телефон были закачаны фильмы, скажем, 18+, совсем не для детей, для меня это был шок. Я мама мальчика, я бы не хотела, чтобы мой ребенок учился с таким мальчиком, а что же мама девочек, как им? Чтобы девочка училась с мальчиком, который во втором классе смотрит такие фильмы, ну это недопустимо. И вообще это ненормально, что ребенок во втором классе знает такие вещи, интересуется ими. Ведь энергия познания, она уходит совсем в другое русло, в то время как он должен интересоваться в это время другим. И вот этот вот ранний интерес, если он пробуждается, да, я считаю, что это очень плохо, это травмирует ребенка. Я ни в коем случае не хотела бы, чтобы мой ребенок случайно увидел там у своего соседа по парте что-то подобное, нечто подобное. Это что означает? Более плотный контроль со стороны педагога? Или как это будет обеспечиваться вот в твоем классе? То, что он не увидит, чего не надо? Ну, конечно, да, как одна из сторон. Потому что в моем классе я планирую будет человек 10-12. Конечно же, им педагог сможет уделять больше внимания, естественно, будет больше контроль. Кроме того, мы будем стараться направлять энергию познания совершенно в другое русло. Дети будут учиться самостоятельно. Ну и, в общем, всяким другим интересным вещам, но только не этому. То есть вы будете предлагать более здоровую альтернативу, да? Конечно. Ранней сексуализации. Хорошо. Я так понял из нашего разговора предварительного, что то, за что ты берешься, это категорически не является семейным образованием. Да? Это иная форма. Де-юре это будет оформлено все-таки как семейное образование, потому что в противном случае нужно получать аккредитацию, лицензию. Это практически невозможно. Ну, де-факто это будет альтернативное образование. Все-таки это будет не общеобразовательное, школьное образование. А почему не семейное образование? Ну, для меня это невозможно хотя бы потому, что я мама мальчика, и наша семья состоит всего из двух человек. Семейное образование рекомендуют для полных семей, у которых в семье два, хотя бы три ребенка. Для нас это будет, наверное, невозможно просто потому, что ребенку нужно общаться с другими детьми. Это раз. Во-вторых, я бы хотела, чтобы моего сына воспитывал мужчина, обучал мужчина, для того, чтобы он уже с детства не привык подчиняться женщине. Я считаю, что для нашего, как правило, феминистического общества это важно. Я хочу воспитать мужчину. Хорошо. А, Нин, вообще, ты кто по профессии? Скажи, пожалуйста. У меня высшее юридическое образование. И работаешь, занимаешься юридической деятельностью преимущественно? Да, хотя в последнее время я больше стала своего личного времени уделять педагогике. Ну и, в общем, ты в значительную часть своей жизни готова сейчас посвятить, да, вот так вот, отрезать от личных интересов, от досуга и отдать ребенку, да? Безусловно, да. Я очень люблю своего ребенка, я его очень ждала. И для меня это норма. Я не считаю, что я чем-то жертвую. Если я его родила, то я хочу ему дать все, что я смогу ему дать. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что ключевые слова, вот в твоем замысле, это так называемая гуманная педагогика? Ключевые, да. У нас в Перми есть центр гуманной педагогики. Я об этом узнала где-то около полугода назад. И оказывается, что это действительно альтернатива обычной школе. И, конечно, там обучают принципы обучения детей совершенно иные. Ну и мне это очень понравилось. Я думаю, что это здорово, поскольку это противоположность тому воспитанию, которое получили большинство из нас. То есть нас воспитывали авторитарно. В итоге, ну я думаю, что на большинстве людей это все в той или иной мере сказалось. Гуманная педагогика же, она подразумевает отношение к ребенку как к личности. Отношения строятся на взаимоважении. Учитель уважает ребенка, ребенок уважает педагога. Но гуманная педагогика исходит из того, что доброту можно воспитать добротой. Благородство можно воспитать благородством. Личность нужно воспитывать личностью. А скажи, у тебя в детский сад ребенок ходил? В детский сад ребенок у меня ходил. И это был негативный опыт? Да, это был очень печальный опыт. Возможно, нам просто не повезло с воспитателем. Но тем не менее, за 4 года ребенок один раз ко мне пришел и сказал, «Мама, меня сегодня-то Александровна погладила по голове». Все остальные разы он приходил... Избитый, Наталья Александровна. Нет, не избитый. Но он не то, чтобы даже недополучал любви и внимания. Бог с ним, она не обязана любить чужих детей. Но она... Мне такое сложилось впечатление, что она ненавидит детей. Она хороший очень педагог, Но это уже, вот у нее, видимо, профессиональное выгорание какое-то произошло. Столько... Она очень... У нее уже большой опыт. И, может быть, наверное, ей нужно сменить уже сейчас просто работу. И ты не хочешь, чтобы в школе твой ребенок достался такому выгоревшему, да, педагогу? Да, я не хочу. И, кроме того, как я поняла, за годы посещения садика, это мы, может быть, даже и не сможем контролировать, и мы не сможем об этом узнать. Потому что у нас дети, например, рассказывали, что воспитательница говорила, что это секрет, и говорить родителям не нужно. Лично мой ребенок этого не говорил. Но были дети, которые рассказывали родителям, что воспитательница их просила о чем-то не говорить. Кто это было? Ну, я не могу... Я, наверное, считаю, что не стоит... Сейчас это уже твой секрет, да? Нет, это не мой секрет. Ваша воспитательница. Просто я не уверена в этом на 100%, да, что такие случаи происходили, да, про которые я знаю. Но, тем не менее, я хочу сказать, что возможно такое, что мы не узнаем о том, что в действительности творится в школе. Тем более сейчас в школы вход родителям запрещен. — Хорошо. Нин, я вот накануне нашей этой встречи почитал про гуманную педагогику, полазил по этим сайтам, у меня очень туманное представление сложилось. То есть очень много красивых, правильных слов про уважение личности ребенка, про свободу его развития, там жизненного пути и так далее. Но вот можно все-таки еще раз какие-то, может быть, основные принципы, тезисы? Чем она отличается от обычной педагогики? — Ну, давайте пойдем от обратного. — Или что хотя бы для тебя важно в этой гуманной педагогике? — Гуманная педагогика — это совсем не то, что авторитарный тип воспитания детей. Вот так вот я могу вам объяснить. Например, вот классический пример, который я вижу даже часто мелькает в интернете, вот мэтр гуманной педагогики, ее основоположник Шалва Амонашвили, Шалва Александрович Амонашвили, рассказывал из своего опыта, вот это происходило именно с ним, такой случай, что сын обидел маму, довел ее до слез, при этом Шалва Александрович сидел в соседней комнате, писал какой-то научный труд и думал, вот это да. Вот я, значит, учу людей гуманному отношению к детям, воспитанию, а у меня в семье вот такое происходит. В итоге через несколько дней, может быть, неделю, между сыном и Шалвой Александровичем состоялся такой разговор. Сын, когда-то я влюбился в одну женщину. Я ее так полюбил, что я пообещал ей, что я всегда буду ее защищать, я никогда никому не дам ее в обиду. И вот сейчас ты ее обидел. Что мне с тобой сделать? И сын задумался. Ну, накажи меня. Ну, как я тебя накажу? Ведь ты тоже мой ребенок. И я сейчас уже точно не помню, чем это закончилось. То есть они вместе пришли к тому, что сын... Ну, то есть Шалва Александрович подвел так, что сын понял, что так делать нельзя. И гуманная педагогика нацелена на то, чтобы дети сами поняли, как нужно делать, а как не нужно. Мы должны их подвести различными способами. Есть какие-то там методы. Например, я могу сама себя вести плохо и потом через какое-то время обсудить с ребенком, а как ты думаешь, правильно ли мама себя вела? Ну, то есть самый главный принцип – не насилие. Это же есть утрата авторитета твоего, если ты позволяешь ему себя анализировать, критиковать. Нет? Это не то, о чем ты говоришь? Да нет, Роман. Вы понимаете, что уважение, оно же строится ведь не на силе. Я думаю, что здесь очень важно доверие, уважение к тебе, как, наверное, человеку, за которым ты готов идти, потому что ты видишь, что твой педагог или твой учитель, или твои родители ведут тебя туда, где ты сам, сам ты уже оцениваешь это, где тебе будет интересно, и где ты будешь развиваться, и где тебе будет лучше. Хорошо. У меня вот такой парадокс некий в голове, наверное, ты поможешь мне разрешить. Я, читая про гуманную педагогику, выписал такую вот цитату себе. Гуманная педагогика, помимо прочего, это абсолютное отрицание повелительной, приказной, императивной педагогики. Но это такая вещь, за которую, мне кажется, тебя очень похвалят ювеналы нынешние. То есть категорический авторитет педагога снижается, ему запрещается приказывать, ему запрещается жестко направлять ученика. Так это в духе современных тенденций ювенальных или нет? Или я что-то не понимаю? Роман, я с тобой не согласна. Это все-таки не вседозволенность, это не развращение, это направление деятельности ребенка, его познание в нужное русло. При этом, наверное, какой-то императив или настойчивость отрицается в связи с тем, что большее внимание уделяется тому, ну, вот я, как я и говорила, уже направить ребенка туда, чтобы он сам туда пошел. При этом, все-таки, конечно же, нужно прививать и какие-то моральные, нравственные нормы и ценности. Я считаю, что это обязательно нужно. Понятно. То есть, ювенальные юстиции, ювенальные технологии, это когда ребенок полностью распоясался, да, и грубит взрослым и ставит их на место. А гуманная педагогика, это когда все-таки старший является лидером, да, но только ведет его в правильное направление, да, в правильном направлении. Хорошо, мне очень интересно, что получится из этого. Скажи еще, пожалуйста, я правильно понимаю, что это будет раздельное в половом отношении воспитание, то есть это будет класс мальчиков? Да, при этом это не связано с гуманной педагогикой, потому что как раз вот я читала про рекомендации, как устроить класс, и там мальчики и девочки учились вместе. Нет, это лично мое мнение, как я уже говорила, я считаю, что мальчиков должны воспитывать мужчины, чтобы из них выросли мужчины. Ну, об этом много пишут, что это очень здоровый подход, был раньше в системе образования, да, раздельное воспитание мальчиков и девочек, и опять же предупреждение этого раннего, ранней эротизации. Я просто думаю с ужасом о том, какой вызов ты бросаешь всей окружающей системе, всем нашим минообразованиям, департаментам образования городским и так далее. настолько это новый подход, отдельное обучение, под контролем сугубо родительским, при этом в каких-то малых коллективах, ты думаешь выстоять? Я уверен, что давление будет. Ну, я вообще не думала, что я столкнусь с какими-то трудностями, и тем более с давлением. Мне наоборот кажется, что большинство людей сейчас понимает, что девочки и мальчики, они разные. И естественно, и учить их нужно и не только немножко по-разному, но и немножко, даже не немножко, а разным вещам. Это первое. Второе, вообще-то такой опыт есть. Я не знаю насчет Перми, но в других городах есть такой опыт, я читала про это, и отмечают создатели вот таких классов, что это только плюс. Замечательно развиваются девочки и мальчики отдельно, при этом они же совсем не прекращают общение между собой. На площадке все равно все вместе играют, и мальчишки, и девчонки. Какие-то кружки дополнительные, и секции ходят тоже вместе. То есть межполовое общение дозируется, да, у детей? И контролируется. Хорошо. Скажи, пожалуйста, мальчики, девочки отдельно, ясно, а в этой же логике как с проблемами разделения этничности, здесь какая-то есть установка? Ну, то есть, например, какие-нибудь мигранты, не являющиеся гражданами, соответственно, у которых детей не взяли в государственную школу здесь в Перми, тебе приведут своих узбекских, киргизских, таджикских детей. Будешь ли ты их брать в свой класс или как? Да, серьезный вопрос, Роман. Наверное, это многим не понравится, мой ответ. Но нет, я считаю, что самое главное – это безопасность ребенка. А там будет учиться мой ребенок, самое драгоценное, что у меня есть. Но, естественно, другие дети – это тоже драгоценности для своих родителей. В то время как я считаю, что случай с Гульчихрой Бабакуловой, девочкой Настей, с девочкой Василиной, с пятилетним мальчиком из Карагая – это не какие-то психические расстройства. Я думаю, что это какой-то у них изъян. Ну, вот лично я по своему опыту, потому что в моей жизни это было, я считаю, что это изъян в религии. И я читала Коран 19 лет назад. И я видела… Сейчас эту версию Корана признали экстремистской, но я видела, что на каждой странице было написано «Если ты убьешь немусульманина, то тебе будет гури, тебе будет рай и так далее». То есть, понимаете, они же тысячу с лишним лет учились по этому Корану, и я не могу какого-нибудь родителей очередных Гульчихров Бабакуловых я не могу привести в коллектив своих детей. Хорошо, понятно. По поводу религии я опять же вычитал, что идея Творца, идея бессмертия Духа важна для гуманной педагогики. Я вот не очень понял, какая-то религиозность или какой-то хотя бы мистицизм в твоей системе образования подразумевается? Или атеизм полный? Это, конечно, идет от Шалуа Александровича. У него есть немножко вот этот мистицизм. Ну, поскольку я не разделяю конкретно эти его взгляды, то, что относится к религии или около того, то у меня, конечно, этого не будет. Нет. Понятно. Нас просят завершать наш разговор. Значит, я так понимаю, что если все будет очень хорошо, то в 20-х числах сентября этот класс должен открыться у тебя. Соответственно, 10-12 человек предполагается. В нем есть уже спутники, поверившие в это, то есть компаньоны по этому делу родительского воспитания. А гуманные педагоги для гуманной педагогики уже какие-то есть? Вы знаете, смысл еще какой гуманной педагогики? Учитель должен быть не таким, как педагоги, которые вырастили нас с вами. То есть у меня сейчас есть... Я заручилась поддержкой одного мужчины. Он ходит в центр гуманной педагогики с нами на занятия, но он пробудет с нами несколько месяцев за это время. Я думаю, что мы найдем другого педагога и сможем его обучить. Самое главное, чтобы это не был педагог старой школы. Все понятно. То есть поиск идет, люди будут. Спасибо. Нина Павлова, ответственная мама ребенка-первоклассника, создающая альтернативный образовательный проект, вас приглашает. Я так понимаю, что телефон ее у нас на экране и электронная почта тоже. Пожалуйста, обращайтесь, ответственные пермские родители.